А в Европе борются с ксенофобскими и экстремистскими публикациями в социальных сетях, но практически безуспешно. Почему не справляются и какие штрафы грозят европейским компаниям? Подробнее Татьяна Лагунова. Не справляются социальные сети, не успевают удалять комментарии и посты, разжигающие ненависть. К такому выводу пришли эксперты Еврокомиссии, которые проанализировали контроль за публикациями в европейском сегменте интернета. В специальном докладе организации говорится, в среднем соцсети блокируют только 6 из 10 подобных материалов. Ксенофобские, исламофобские и прочие разжигающие ненависть публикации должны быть удалены. Об этом европейские чиновники и руководители соцсетей договорились еще прошлым летом и установили срок в течение суток с момента появления. Спустя год подвели первые результаты, прогресс есть, но пока недостаточный. В соцсети блокируют чуть больше половины постов и комментариев, и те в течение недели. И это при том, что для контроля за контентом компании набирают дополнительный штат сотрудников. Так, например, Facebook в следующем году возьмет на работу 3000 контролеров. Они будут следить, чтобы пользователи не публиковали видео со сценами насилия, фейковые новости и так далее. Об этом на своей странице объявил основатель сайта Марк Цукерберг. Facebook делает все возможное для того, чтобы на его страницах не появлялись видео со сценами насилия, фейковые новости. Это важно как для акционеров, так и для имиджа компании. Заставить соцсети эффективнее контролировать свой контент пытаются и отдельные страны Евросоюза. Например, в Германии планируют штрафовать компании, которые не будут своевременно удалять разжигающие ненависть материалы. Не удалили? Заплатите штраф. Уже в этом месяце немецкий Бундестаг рассмотрит законопроект, который ужесточит ответственность соцсетей за появление на их страницах подобных материалов. Документ предлагает наказывать компании финансово штраф баснословный 50 миллионов евро. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Продолжение следует...